всем доброго утречка сегодня 6 часов утра 18 июля и смотрите какая луна луна вот она полная и сегодня знаменательный день у меня день рождения и я начинаю свой новый блок недельный сегодня буду отдыхать и ничего не делать меня ждет праздничный обед переходящий в ужин так что буду балдеть почему меня так руки трясутся ужас сегодня хоть и день рождения но мы решили сделать субботник очередную уборку здесь мы все время убираем на это же бесполезно загребаем он этих мангу листьев опять сухие целая куча сейчас будем сжигать и здесь зона где барбекю немножко приберем пылища же везде знаете как эти гниют мангу а муравьев всяких мушек не уши как они ос пчел в общем всякой этой твари полно ночью такой небольшой субботник потом еще траву покосим наверное если успеем и все на сегодня хватит потому что будем потом праздновать будем готовить праздничный обед тире ужин кстати я буду делать мороженое из агва из агва аквакат и авокадо из авокадо очень вкусно с кокосовым молоком со сгущенным молоком орешки очень очень вкусно но это будет на выходные готова но я буду делать и замораживать потому что мороженец у меня нет и мне приходится мешать самой каждый час это мороженое вот так что будет мороженое у нас потом еще очень вкуснятка всякая погодка шепчет налей да выпей смотрите какая красота замечательно правда же дюма собаки в тенечке отдыхают дюма дюма уши распустила апачонский и апачи такой грозный ходят тоже в тенечке все они тут в тенечке капачи ты в тенечке апачонский апачи где там чужой а я пошутила ха 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 нету никого там ну вот горит наш костер ой муж тут убирает а я тут веселюсь одела себе корону хожу со свистулькой хотите поржать вот так я веселюсь а кто-то убирать собаки даже испугались собаки привет дюма дюма даже упала с лестницы убежала испугались носятся тут как ненормальный ладно пошла дальше убираться повеселила вас немножко все пока пока уже вчера посидели хорошо отметили мазь не разбил но еще ждем выходные там люди приедут ну а сейчас мы видите все так и косим убираем это какой-то кошмар то есть это как я уже раньше вам рассказывала самая тут наверное перспективная работа по деньгам это конечно вот садовники я тут немножко видите тоже еще кучки погребла сейчас вот будем их всех в эту тачку грузить вывозить сегодня вот вот эту часть уберем вот здесь еще куча но не знаю мы ее наверно вывозить не будем а сложим туда опять что-то и будем сжечь вот это бревно тоже я не знаю какому тут костер но это скорее всего уже к вечеру будет и вот это опять будем сейчас поджигать но сгребем опять сухих листьев в общем не знаю ребят но тут мы эту кучу сжигаем и она опять прибавляется и прибавляется и никогда она не уменьшается только все больше и больше становится какой-то ужас но что делать убирать надо сейчас 9 часов вот сколько мой любимый сможет тут покосить сверху хотя бы перед входом чтобы вид приличный был знаете как люди мимо едут так вот там бы трава была покошена здесь уже сзади никто не видит кроме крокодилов на черепах но и нас уже бог с ним а вот спереди конечно надо будет хорошенечко все тут постричь ой в общем дурдом ромашка если честно не знаю когда это все закончится никогда наверное пока мой муж косит траву я начинаю делать мороженое мороженое будет у меня два вида одно будет из авокадо с орехами и второе будет авокадо вместе с манго манго вот я сейчас порезала уже подготовила по ходу как буду делать я вам расскажу покажу и так я сейчас начинаю делать из авокадо мороженое что у меня для этого необходимо 4 авокадо молоко кокосовое но у меня еще замороженная ну пока я тут почищу все но разморозится вместо сахара у меня будет молоко как она сгущенное и пол пакетика сливок но это для для воздушности так скажем да я это все буду блендером взбивать может быть я добавлю еще ванили чуть-чуть не знаю скорее всего что добавлю мне нравится когда чуть-чуть ванилька но и орешки орешки растолку и положу уже потом когда все это почти взобьется буду перекладывать и тогда помешаю с орешками вот такие ингредиенты в принципе можно делать веганское мороженое что для этого надо для этого только авокадо либо миндальное молоко либо кокосовое молоко вместо сахара мед веганцы не едят значит какой-то сладкий сироп там кленовый я не знаю да или ну заменитель сахара и все в принципе если нет кокосового у вас молока не у веганцев у нормальных вы можете делать с простым молоком я делаю с кокосовым потому что мне нравится когда привкус кокоса у авокадо есть очень вкусно сочетанием поэтому я так делаю но можно делать с простым молоком да то есть и класть например сахар не знаю ваниль там добавляйте что хотите то есть в принципе всегда получается супер сама текстура авокадо очень хорошая для мороженого ладненько все я чищу потом вам расскажу дальше а и забыла вам еще сказать что конечно же лимонный да не забываем про лимон это чтобы не темнело авокадо мороженое чтобы было зеленого цвета я уже вот потихонечку накладываю сюда блендер покажу вам попозже делаю и так я вот все смешала в блендере взбила получилась вот такая вот мисочка сейчас я ее закрою и поставлю в морозилку и где-то каждые полчаса буду доставать и мешать это для того чтобы не образовывались кристаллики внутри мороженого и так на мороженого и так надо будет мешать где-то 45 раз чем больше мешаем тем меньше кристалликов то есть мороженое более гладкая получится вкус изумительная уже попробовала и получается как крем можно и так кушать не замораживая но все второе мороженое тоже готово но более желтенькое такое не такое зелененькое и тоже пошло в морозилочку сейчас накрою крышечкой плотненько и вот так надо было постучать чтобы все пузырьки воздуха вышли разровнять и вот сейчас пойдет у меня в морозилочку слушайте не успела закончить с мороженым как муж говорит хочу потакон сделай потакон но сейчас буду делать вот этот зеленый банан я уже как-то показывала как его делать сейчас вот где вот эти линии буду разрезать снимать шкурку очищать нарезать вот такими как это брусочками обжаривать чуть-чуть потом вытаскивать давить камушком и второй раз обжаривать в общем процесс покажу вдруг у вас продается потаконы или зеленые бананы мне кажется можно и зелеными бананами не смелыми тоже так сделать и вкусно будет вот видите я надрезала шкурки здесь у них такие прямо деревянные не такие как в банане слышите прямо твердые одной рукой неудобно камеру держу и вам показываю но ну вот так короче говоря так мы бананчики вот такие обжар полу обжаренные практически можно сейчас доставать и их разминать и вот это ахи чесночок зеленушечкой тоже такое как соус потом сверху тоже уже закипает так что все нормально будет перекус покосил траву мой муж хочет перекусить придется что-то готовить вести без не отхожу просто но вот так раздавила их моим любимым этим камушком так чпок 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 и вот такие сейчас их опять на сковородочку и обжарю и уже потом соусом буду подавать все шкварчит смотрите видите супер красота соус тоже запустел уже тоже хорошо все нормально кусочка получилась ребята смотрите какая красота чесночок с перчиком болгарским потоконес а ну сливочная маслица все это обжаривается все это красота для пота видите как красиво и вкусно супер ну что мы тут уже дошли вам косим уже внизу все здесь покосили с этой эту территорию снаружи в общем целая куча теперь надо будет сгребать все листья все это сжигать будем мы не знаю сегодня или завтра потому что конечно такую территорию покосить потом это все еще убрать это очень тяжело так что будем может быть уже отдыхать обед готовить и так далее вот но уже слава богу слава богу все понизу сейчас собаки а собаки последний кусочек вот кстати на этом кусочке я хотела делать огород но чего-то уже перехотела делать я этот огород и тут столько работы что до огорода если я еще огород разведу так вообще тут можно не выходя как говорится сидеть согнувшись поэтому нечего-то решила хватит травы нам пока по крайней мере вы смотрите какая погодка сегодня замечательная солнышко парите какая красота правда это да почти нету облаков такие маленькие облачка ну ладненько дальше пошли заниматься очередное помешивание мороженого видится как цвета отличаются нормально правда же красивенько ой ребята слушайте у меня как этот день сурка блин продолжается с утра до ночи вот мы тут сгребли покосили видите убрали кучи листьев и всего чего ой кошмар какой и пошли вот немножко вниз но вы видите немножечко уже почище почище относительно того что было конечно было бы хорошо все это тут снять эти куски земли и посадить траву нормальный газон но это очень дорого ну вот до сих пор мы сделали вот здесь еще идет всякая грязь ну как эти мангу валяются листья ну мы видите жгем периодически сгребаем в кучу жгем но просто это без без конца вы видите какие тут деревья сколько тут листья вообще-то все бесконечно продолжается буду вот это все убирать потихонечку знаете потихонечку потихонечку и все-таки чище становится немножко я помыла вот это место видите столик здесь конечно тоже здесь мы видите уже тоже убрали ну так более-менее ой столик помыла но вот это видите фигня я не знаю что это такое какие-то какой-то грибок или плесень не счищается я и хлорка и все я тут все мыло хлорка вы не думайте что я просто так водой я щетка терла все хлорка видите все такое теперь все это такое чистенькая чистенькая да то есть но вот это вот фигня вот это я не знаю что это такое такое чувство что это такое чувство что это какой-то как металл прямо знаете вот я не знаю что это такое твердое жестко но не отмывается вообще никак но более-менее здесь вот чисто и тут я ставлю уже собакам еду мои кирпичики закрываю чтобы еда не падала но пока так ребятки нету времени вот эту кучу щупит вот эту фигню мы даже чуть-чуть не трогали так сгребаем потихоньку красиво конечно здесь небо голубое смотрите какая красота правда же ветер правда сегодня собаки тут вон балдеет вдвоем лежат у ребят работа много конечно на участке бесконечно ну ладно здесь круглый год лето поэтому нормально еще хотела вам показать слушайте я ну как это патю вот это где сейчас хожу я его мою щетку меня щетка такая специальная жесткая с как это хлор хлоркой да но смотрите вот я вам покажу вот этот кусок посмотрите какая разница вот этот кусок я на коленях драила вы видите на коленях щеткой и это вот такой беленький кусочек и и смотрите как вот если я щеткой просто мою видите какое все равно черное да и вот здесь белое ну посмотрите какая разница но я конечно на карачках столько ползать не буду я так по кусочку помою и все вот тут даже видите плохо смыла эту грязную воду какие-то разводы но все равно вот такой должен быть пол вот такой тут даже плиточка с рисунком представляете наша куча наша куча травы и грязи которую мы жгем мы хотели вчера же все это поджечь но вчера дождик пошел и не могли поджечь а сегодня видите жгем 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 и это вообще еще фу еще сколько таких нам костров надо будет сделать ой 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 все на меня летит отключаюсь гори гори моя звезда звезда любви как я тут все убрала помыла смотрите собаки задней стороны у нас же тут костер горит видите вот он там и они прячутся от дыма и тут чистенько теперь все выйдем это вот они все лежат болтеют дюмочка дюмочка девочка моя дюманджи дюманджи ай моя красотка апачи апачевский дуримары мои на огонь можно смотреть вечно Вот мое морожко Смотрите какое Красота Зелененькое авокадо И сверху желтенькое шарики Это авокадо с манго Вот так лопаем Ребят, хотела показать Разбираю свои рукодельные подарки Которые мне подарили Наборчики тут разные Видите, такие повышивки, ткани Ну я уже ткани вам показывать не буду Но такая ткань белая, потом кремовая Но самое интересное Сейчас вам покажу, что Но самое главное, смотрите, это одна девочка Ну женщина, моя подружка Рукодельная Сама сделала такую улиточку Но я же караколь, караколь в переводе Обозначает улитка И смотрите, она сделала своими руками Такую красоту, такой магнитик Но я буду его теперь как свое лого использовать И вот видите На улиточке мое имя, Алена Вы посмотрите, какая она молодец Как красиво сделана Ну просто, я просто балзею Я прям расплакалась, когда увидела Представляете? Ребятки, что-то сегодня пасмурно Как-то дождик ночью шел Такой сильный Но с Мексики идут Идут какие-то эти турнадо И всякие В общем На нас это все отражается На нас это все отражается Но сейчас сезон такой Поэтому А, кстати, вот мы видите Все сожгли И был ветер И вообще вся-вся-вся куча сгорела Здорово Так что Уборка удалась Ну вот еще вот это вот полено Надо перетащить туда Сжечь Ну и все равно Тут опять супа нападала Опять сгрести Но это посмотрим уже потом Как-нибудь Слушайте, забыла вам сказать Сейчас вот такая погода Пасмурная, хорошая Ну так и солнышко И облачка То есть нормально Люди не знают Но неважно У нас здесь продаются Ужасные цветы И я всегда Как бы Мужу говорю Что не покупайте цветы Потому что Они через 2 часа Дома буквально Все сразу Вянут Ну в общем Выкинутые деньги И здесь букеты Такие продаются Знаете 8 долларов Например 10 долларов 6 долларов Там смесь всех цветов Какие только возможно И розы И гвоздики И какие-нибудь там Типа астры Гладиолусы Я не знаю В общем Всего что Намешано И разных цветов Но они тут так любят То есть они не умеют Составлять букеты Они не составляют букеты Как вот В нашем понятии Красивые там Флористика Нет У них этот Такой вот Бунзель Ну в общем И все Потом я мужу говорю Ладно Я говорю Ну Подари мне хотя бы Там Какую-нибудь орхидею В конце концов Он говорит Нафига тебе орхидеи Когда они тут Растут В природе Зачем тебе Но он прав Ну и Когда мы были Там у друзей В Зоопарке В этом Зоо В Антоне Тоже Ну вы видели В кратере Вулкана Зоопарк Кто не видел Посмотрите Может где-то здесь Вот выскочит Подсказочка И Там у них Оранжерея 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 И есть одна Оранжерея Такая огромная Синего цвета Прямо цветок Вот такой Наверное Как две мои ладошки Огромный Огромный Я забыла Как называется Кто-то мне из ребят Писал Какое название Но я забыла Надо будет поискать Ну и короче Говорю Я говорю Ну позвони друзьям Спроси Если у них есть У этой орхидейки Детки Ну пусть продадут В конце концов Ладно Я уж не говорю Дарит Но Потому что у него Коллекция Он собирает Он не просто так Он не продает На самом деле Только какие-то Там определенные Цветы Вот И Я говорю Если есть детка Ну купи мне Потому что Мне хочется Именно вот этот Не какой-то простой Ну и короче Он поехал Мой муж Поехал в магазин Или куда-то там И принес мне Купил орхидею Подарил Сейчас покажу Вам какую Смотрите Вот такая орхидейка Я не знаю Что это за орхидея Филинопсис Не филинопсис Я не сильна Кто силен Вы мне скажите Вот такие цветочки Красивые Но Больше всего Мне нравится Именно Как тут продают Вы видите Продают здесь На такой коряге И тут даже Вот какие-то Уже паразиты Видите Уже маленькие Живут Травки Все тут привязаны И вот Видите Они сами по себе И мох Там и все В естественной Как бы среде Растет Вот этот Цветочек И мне кажется Что это очень здорово Правда же Не как в прозрачных В прозрачных горшках Напишите Напишите мне Потому что я В этих делах Не сильна Я знаю Что у меня Есть много Зрителей Которые увлекаются Орхидеями Коллекционируют Занимаются Напишите мне Что это такое Кстати Когда он мне подарил Эти бутончики Все были закрыты Вот прошло Буквально Три дня Наверное И они Один за одним Стали раскрываться Ну такая Интересная Небольшая Но мне очень нравится Ну вот Так что И тут вот еще Даже что-то растет Вот здесь Вот маленькие Листики еще будут Или что это В общем я не знаю Но расскажите мне Кто знает Потому что Я даже не знаю Где Интернета у меня сейчас нет Где это поискать Я не могу Ни в гугле Нигде Поэтому Одна надежда на вас Кто знает Тот не Напишите Ребятки Представляете Я Вчера Впервые За сколько там За 20 дней Сколько мы тут живем Впервые готовила хлеб Ну багет Как всегда Потому что у меня едят багет И приготовила Три багета Ну такие большие Как я обычно готовлю Ну что вы думаете Вчера приготовила В 12 где-то дня Я закончила Сегодня утром Багетов уже нету Мне одна из моих зрительниц Написала Я не понимаю Зачем вы готовите Столько хлеба Ну ребят Ну едят они у меня Этот хлеб Как подорванный И сейчас я поставила Здесь такой называется Пансуаве Мягкий хлеб Ну белый Обыкновенный хлеб Но я Сделала с Мукой хлебной И плюс Мука Кукурузная То есть кукурузный Такой хлеб будет Мягкий кукурузный хлеб В форме Обыкновенной Но я потом вам покажу Когда я его испеку Я уже Настолько привыкли Есть домашний хлеб Что Магазины Купим И вот он у нас лежит Мы его потом В холодильник убираем Чтобы он не плесни Ну потому что Он просто у нас Не уходит Собакам там В корм Досыпаю Даю Ну чтобы его съесть В общем как-то А наш хлеб Домашний На счет раз Ну да ладно Все Пошла Отчиталась вам И по Этой орхидей Ну классная Правда же Шикарная орхидея Мне нравится Выпросила Все-таки Мой недельный блог Близится к концу Хотела вам показать Смотрите Буквально два дня Прошло с тех пор Как вылезли Первые листики Это Как ее Ну не два дня Чуть больше конечно Мяты Смотрите Какие уже большие листики И это на одной Веточке И вот на второй Веточке Внизу Там появились Уже листики Ну в общем Быстро очень Правда А эти желтенькие Помните мои цветочки Смотрите тоже Как уже выросли Листики Да Вот одни Где тут Вот Где-то тут Вот вторые То есть Буквально уже Быстро Быстро Я думаю Что через Каких-то Ну месяц Наверное Уже появятся Первые цветочки Желтые По одному Цветочку Но появятся Покажу вам Потом Ну вот так Прошла моя Очередная Неделя Рутина Болота Озеро Утром Утром Я чуть-чуть Оставила Для Два Бутерброда Ребенку В школу Сделала Представляете Слопали Все Ну это Кошмар Какой-то Я не знаю Сколько мне Готовить Это получается Мне каждый день Надо готовить Хлеб Или сколько Ну Не важно Понимаете Приготовлю я Две большие Буханки Или пять Таких Французских Багетов Чем больше Я приготовлюсь Значит Больше Они съедят Это какой-то Кошмар Я решила Что нет Все Я буду готовить Только хлеб Ближе к выходным Чтоб на выходные Был хлеб И все Потому что Ну нафиг Это можно Без конца Только и делаешь А знаете Что я сейчас делаю Я кушаю Своё мороженое Сейчас вам покажу Смотрите Как вам Положила И вот сейчас Буду лопать Накрутила шариков Здесь и с манго И без манго Более желтенькое Оно с манго Такое зелененькое Оно без манго Так особо Наверное Через камеру Не видно Хотя может и видно Не знаю Ну вот так На этой Позитивной нотке Супер Холодная На этой Позитивной нотке Заканчиваю Свой Недельный блок Всем спасибо Кто со мной Кто меня смотрит Я пропащая Я знаю Но до августа Вообще Никак Ничего Если починят Что-то Здесь Эту систему Сказали Ближе к августу Раньше нет Поэтому мне приходится Я снимать Снимаю Вот так Кусочками Потом мы выезжаем Куда-нибудь Или я договариваюсь Сижу Монтирую Потом второй раз Приезжаю Когда уже Делаю Там Ну все остальное В общем Гружу Но это ужас Какой-то Конечно Это Геморрой Ребятки Геморрой Вкуснота Даже трудно Сказать Какой лучше Вкуснее И то И то Супер Лопаю Перед вами Ну все Всем пока-пока Как всегда Кому понравилось Ставьте пальчики Вверх Пишите комментарии Как появлюсь Буду смотреть Наверное Вас всех Месяцы Столько всего Интересного Пропускаю Что Но к сожалению Не могу Буду Буду Восполнять Как только Появится Интернет Чао Субтитры Субтитры Продолжение следует...